В Москве прошел традиционный, уже восьмой по счету, международный инвестиционный форум ProState. Это одно из самых престижных и знаковых ежегодных событий в сфере недвижимости. В течение трех дней его участники, в числе которых представители государственных органов, архитекторы, девелоперы, инвестиционные и консалдинговые компании обсуждали текущую ситуацию на рынке недвижимости, а также пытались определиться с тенденциями и сделать свои прогнозы на ближайшее время. Высокий статус мероприятия обеспечивается участием в нем представителей правительства Российской Федерации и Москвы. Так, в рамках форума прошла встреча министра строительства и ЖКХ России Михаила Мини с послами Турции и представителями турецких строительных компаний. Несмотря на непростую ситуацию и экономические санкции, наложенные на нашу страну со стороны Евросоюза, партнерство продолжится. Сегодня мы пообщались и с послом Турции, с представителями крупных турецких компаний. Мы все знаем то, что турецкие строители давно работают на рынке, эффективно работают. И сегодня у них есть много планов, много проектов, и мы будем с ними сотрудничать, взаимодействовать, потому что это наш давний партнер именно в области строительства. Турецкие строительные компании, возможно, поучаствуют и в программе «Жилье для российской семьи». Пока еще конкретных решений нет, но рассматривают возможность. Вообще программы интересуются многие, в том числе и зарубежные компании. Буквально недавно крупная компания из Азербайджана сейчас приняла решение обратить внимание на программу «Жилье для российской семьи», вообще на наш строительный рынок. Мы их пригласили поучаствовать в Сочинском форуме, где у нас будет два круглых стола, как вы знаете. Один по жильщно-коммунальному хозяйству, по привлечению частных инвестиций в сектор ЖКХ. И второй круглый стол будет как раз по строительству жилья, в том числе по строительству в рамках программы «Жилье для российской семьи». И мы этих туда застройщиков тоже пригласили. О том, каким будет инвестиционный климат в российских регионах, шла речь на деловом завтраке. По мнению его участников, ситуация с инвестициями в регионы такова. Инвесторы не ушли с рынка, как когда-то в кризисный 2008 год, но в целом их активность снизилась. В то же время, будущие инвестиционные активности в регионах за социально ориентированными проектами. И здесь немаловажная инициатива самих региональных властей, считает партнер и руководитель практики компании «Барениус» Майя Петрова. Инвесторы, они как были готовы вкладываться в регионы, так они и подтвердили свою готовность. Вопрос в том, что, наверное, регионам нужно самим готовиться больше. То есть прозвучало, что нужна профессиональная команда, должны быть подготовлена градостроительная документация в регионе, должны быть приняты нормативные акты, которые определяют правила игры. Многие иностранные инвесторы, с которыми мы работаем, они зачастую даже не знают, к кому обратиться. То есть они приходят в регион, они не могут разобраться самостоятельно, в какие комитеты им идти, кто из комитетов отвечает за какой вопрос. Естественно, для них важно иметь одного проводника в этом мире. И вот если регион будет показывать, что у него есть такой проводник, который проведет их по всем вот этим лабиринтам, то, наверное, инвестор будет готов и с благодарностью начнет диалог. Но помимо этого важно, чтобы регион еще выполнял свои обещания. Потому что если регион в процессе взаимодействия с инвестором меняет правила игры, то для инвестора это непредсказуемая ситуация. Он не может просчитать проект, он не может понять, какая у него окупаемость проекта и через сколько лет он окупится. Одним из самых популярных сфер приложения идей и инвестиций в недвижимость в последние годы является редевелопмент. То есть, когда на месте бывших заводов и пабрик, как правило, в центре города, появляются престижные жилые кварталы и офисные центры. Участники дискуссии, редевелопмент, креативный подход, зарубежный опыт и успешные российские кейсы, которая прошла в рамках инвестиционного форума ProEstate, говорили о том, что для более эффективной работы инвесторов необходимо совершенствование законодательной базы. Ведь все производственно-коммунальные территории, которые находятся в городе, не являются единым имущественным комплексом, сосредоточенным в руках одного юридического лица, поэтому вовлечь такие площадки в оборот довольно сложно. А, например, правительство Москвы в лице представителя Москомстроинвеста Натальи Макарчук хотело бы изменить психологию инвесторов в подходе к развитию территории. По ее словам, на месте бывших производственных объектов должно появиться не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры. В качестве стимулирующих мер город готов на безвозмездной основе предоставить инвестору земельный участок для строительства социальных объектов и помочь с получением городостроительной документации по ним. Меж тем, в Москве в этом году планируют создать более 8 миллионов квадратных метров недвижимости различного функционального назначения, из которых большая часть будет построена за счет средств инвесторов. Городу важно участие инвесторов не только в строительстве жилья и коммерческих объектов, но и в создании социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Города Города Города